По словам руководителя Роспотребнадзора Светланы Архиповой, если позитивная динамика сохранится и на этой неделе, можно будет ослабить ограничительные меры. Сейчас 35% всех заболевших в Самаре, 19% в Тольятти. Отмечено увеличение числа случаев коронавируса среди детей до года, а также среди тех, кто старше 65 лет. По остальным возрастам зафиксировано снижение. Мы все семьи с детьми до года знаем, поликлиники, участковые врачи детские работают. Но еще и еще раз по всем таким теме, где маленькие детки, инструкции, разъяснения, пояснения, как себя защитить, защитить ребенка, насколько опасны контакты. Что касается пожилых, то одна из причин их высокой заболеваемости – недостаточный уровень вакцинации. Губернатор распорядился усилить адресную и разъяснительную работу с этой возрастной группой жителей. Людям старше 65 лет нужно как можно быстрее сделать прививки, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения болезней и осложнений. Здесь работу нужно организовывать во всех муниципалитетах. Центр составил обслуживание вам в помощь, но это в первой области. Подымовой обход, предложение, обзвон, просьба, приглашение и так далее. Период нерабочих дней, введенный в регионе на неделю раньше, чем по всей стране, замедлил распространение инфекции. За минувшую неделю снизилось и количество заболевших ОРВИ и вне больничной пневмонии. В целях профилактики продолжается вакцинация от гриппа. В область недавно поступили 260 тысяч доз вакцины. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, число амбулаторных пациентов снизилось. Сейчас в больницах лечатся 5272 человека. Свободный коечный фонд почти 40%, что позволило медикам начать возвращать в штатный режим работы отделение Самарских горбольниц номер 8 и 10, медсанчасти номер 5. Для того, чтобы обеспечить безопасность пожилого поколения, транспортные карты тех, кто не прошел вакцинацию, блокируются. Глава региона отметил, что ему поступает много жалоб по процессу разблокировки. Совершенно не понимаю, почему мы не в состоянии организовать работу, когда эти транспортные карты индивидуально буквально с людьми отрабатываются. А не надо пенсионерам, ветеранам ехать там по ту точку в Самаре. Не понимаю, в чем дело. Что касается беременных женщин, то в 2021 году заболевших коронавирусом среди них зафиксировано в три раза больше, чем годом ранее. Для профилактики COVID-19 им можно прививаться вакциной гамм-ковид-вак на сроки после 22 недель беременности. На сегодня привито 17% беременных. В целом в регионе привито 73% от плана. Виктория Шарая, События.